Относительно того, что у меня вроде как не в доме, с родителями что-то непонятно, я думаю, что все вполне понятно. То есть моя занятость, если я не буду присутствовать на работе, то, соответственно, бизнес идти не будет так успешно. То есть я должна находиться на работе. Я считаю, что все-таки я достаточно уделяю сил и времени, и семье. А что касается отношений с родителями, я так думаю, что супруг здесь перебыл несколько палочек, сделал подарок. Да, машина оказалась сломанная, но кто ее потащит? Больной отец или мама эту машину? Я его уже затащил, хватит, натаскался. Вот, и они не знают, с какого буквы, как ко всему этому подходить, поэтому, ну, в конце концов, попросили сначала по-хорошему помочь решить эту проблему. Субруг решил, что почему-то он не должен это делать, соответственно, того, что он затащил эту машину и подарил. А дальше, если какие-то проблемы, они старики, можно было с ними как-то помягче обойтись. То есть, мне эта позиция супруга обижается. Я вас сегодня замечательный. Замечательный. Ну, вот еще пару вопросиков можно, я вам задам отместить на бизнес? Да, конечно. Вот, вы в бизнесе являетесь и генеральным директором, и партнером. А чем вы себя больше чувствуете в этом бизнесе, директором или партнером? Ну, скажем так, на данном этапе я себя чувствую директором. У меня вообще общее впечатление сложило, что на меня упала и сама работа, и дома с меня, как бы, требуют полностью выполнения всех обязанностей. Да, я тоже не железные, и не могу разрываться. Понятно. И туда и туда. Все таки, как директор, директор, вы как определяете, какие функции и задачи у вас, как директора, в этом бизнесе? Ну, прежде всего, функции и контроли, определение стратегии движения, то есть, дальнейшего развития. Замечательно. А сколько сейчас ваш штат в компании? Так, ну, на данном этапе у нас несколько магазинов со штатными единицами. То есть, в каждом магазине, и, допустим, столички небольшие, но, тем не менее, в каждый час по 5 работают. Ну, тоже отлично. Вы хорошо поработали, развив этот бизнес. Скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. 5 магазинов по 5 человек, то есть, 25 человек у вас. Как у вас складывается рабочий день? Так, ну, во-первых, я, скажем так, с самого утра, с самого утра объезжаю все точки. Смотрю, что на этих точках происходит. Скажем так, провожу утренние, так скажем, планерки. Даю настрой. Да, так я смотрю, делаю замечания, если вижу эти замечания. Вот, и, в общем-то, все это происходит, в принципе, в течение, скажем так, фактически до 12 часов. То есть, я еду и проверяю. То есть, ваша работа сводится на сегодняшний день к проверке и контролю тех работников, которые у вас находятся в 5 магазинах. Да, к контролю. Затем я занимаюсь еще вопросами закупки. То есть, часть дня у меня уходит на, скажем так, вопросы, связанные с товаром. То есть, закупка товара мы закупали.